За два года в Самаре подготовили 400 волонтеров, которые в прямом смысле прикладывают руку к сохранению культурного наследия. Участвуют в реставрации памятников архитектуры. Олег Баулин, искусствовед и слушатель второй школы, рассказывает, что курсы поменяли его взгляд на, казалось бы, банальные вещи. Сравнивая, когда ты смотришь и идешь по городу, ты уже начинаешь замечать уже непосредственно, как говорится, прицельно на детали. То есть уже ты переключаешься не только конкретно какого-то объекта, но уже ты начинаешь подмечать фурнитуру, окон, дверей, даже какие-то звонки, рубильники, предметы эпохи. Школа волонтеров наследия – федеральный проект, который проходит благодаря нацпроекту «Культура». В Самаре добровольцев готовят уже второй год. Чтобы у нас ничто никуда не исчезло. Вот это, мне кажется, самое основное посыл, который должен быть у нас. Ну и по возможности мы все должны влиться, помогать по мере возможностей. На этот раз сертификаты получили 95 человек. Все они прошли лекции и мастер-классы. Обучение разделили на две программы – базовую и специальную. Во второй было 25 человек. Все они уже проходили обучение в прошлой школе и, вооружившись дополнительными знаниями, отправились на практику. На этот раз они помогали с реставрацией фабрики кухни. В частности, работали с дореволюционной плиткой. С фантазией, с творческим подходом, конечно, лучше, чтобы хотя бы, допустим, ребята кладут, скажем, уже понимают суть. Ребята, они уже понимают суть иногда гораздо тоньше, чем вот архитектор профессиональный. Потому что архитектор профессиональный, иногда он, вот правильно сказать, контракт, ну там он черт, черт, ну как бы у него есть рамки временные, есть жизненные обстоятельства и так далее. А человек с другой мотивацией, у него есть другой аромат этой работы, другое, вот как бы сказать, желание другое. Поэтому иногда даже человек сторонний, он понимает больше, вот это вот чувство у него даже лучше, чем у человека профессионального. Главное, что очень неравнодушный, то есть это действительно такая очень аккуратная, точная работа. И на больших объектах, вот, например, тоже в фабрике кухни мы видим, да, что когда есть там контракт, сроки там и так далее, какие-то вещи, они могут, от чего-то можно вообще отказаться, да, там, на этапе проекта, что-то можно сделать не так дотошно, как это того требуется, а материал, вот, если говорить, да, про эту плитку. Поэтому, конечно, огромное спасибо всем, кто принимал участие. Участвовали волонтеры наследие и в приведении в порядок памятника деревянного зодчества, особняка Мещанки Сафоновой. В результате обсуждения активисты решили добавить в следующие школы волонтеров больше практики, а также решено продумать дальнейший обмен опытом среди регионов и стран. В качестве объекта, которому хотят придать новую жизнь и смыслы, в 2022 году выбрали дом Кожевникова. Мария Левина, Максим Гусев, События.